Дорогие друзья, всем здравствуйте еще раз в студии Нобеля Рустамян. Мой постоянный соведущий Дмитрий Дерунец сейчас отдыхает. Хорошего ему отдыха, загара и так далее. Ну а мы остались здесь, собственно, итоги футбольного года подводить. И я с большим удовольствием и радостью сообщаю, что сейчас в студии рядом со мной находится Александр Бубнов. Александр Викторович, здравствуйте. Добрый день. Рад вас видеть. Я тебя тоже. И я думаю, что сегодня поговорим мы так полноценно о итогах российского футбола, даже скорее о жеребьевках, которые были, потому что сегодня была жеребьевка Лиги Чемпионов и Лиги Европы. Но еще более значимая была жеребьевка в Париже, в прекрасном французском городе, где была жеребьевка чемпионата Европы по футболу. И там сборная России по футболу узнала своих соперников. Ими стали команды Англии, Уэльса и Словакии. Не простое жеребье, хотя тут по оценке разные, многие говорят повезло, многие наоборот, что шансов нет и так далее и тому подобное. Вот хочется сразу же с места в карьер ваше мнение узнать. Нобель, давай сейчас о шансах говорить не будем, потому что... У меня о шансах, а просто о соперниках. Да, лучше давай о соперниках поговорим. На твой взгляд, сразу тебе задаю вопрос, да? На твой взгляд, сборная Украины на сегодняшний день сильнее сборной России? Немножко неожиданно для тебя вопрос, но ты сейчас поймешь, к чему я это говорю. Ну, я думаю, что по уровню суперзвезд, да, потому что Коноплянка и Ермоленко это две суперзвезды, ну, звезды европейского футбола. Да, и плюс Динамо Киев играет, и Зенит тоже, да, играет, но Динамо Киев посильнее соперник. Хотя, ты знаешь, они перед Жеребьев, как говорили, говорят, если даже нам Барселона, говорит, попадется, это не факт, что мы проиграем. Вот, но Манчестер-Сити на сегодняшний день это не Барселона, поэтому у них тоже шансы, несмотря на то, что Манчестер-Сити такая, знаешь, статусная команда, тем не менее. Вот, к чему я это тебе спросил? Я тебя спросил это к тому, так, что Словаки-то с Украиной разобрались, и они напрямую вышли, а Украина вышла через переходные игры, правильно? Да. Вот, поэтому... Но сколько воды утечет к июню? Вот именно, вот именно. Поэтому мы тебе, я тебе просто, уже мы здесь непосредственно переходим, кто такие, кто такие Словаки, правильно? Да, сборная Словакии. Да, ну и потом такие... Главная звезда Марик Гамшик из Наруни. Гамшик, да, и Юрай... Куцка. Куцка, ты его знаешь тоже из Милана, да, итальянская лига. Вот тебе, пожалуйста, у нас кто-нибудь в итальянской лиге играет. Больше того, чем еще Словакии неприятно для нас, тем, что они нам подножки уже подставляли, правильно, палки в колеса, там все, что хочешь, можно в этом плане говорить. Плюс, смотришь, Картел, Дюрица, Губачан, Тесак, Салата, Муха, Вратарь, да, Мартин и Кубка играли и играют в российском чемпионате. То есть они непосредственно со всеми игроками сборной встречались, правильно? Все знают. Если Кокорин уедет в Арсенал сейчас в январе, получается, вы говорите, кто играет из наших в Италии? В Италии не играют, но будут в Англии, например, Александр Кокорин. А ты уверен, что он сразу в состав попали? Нет. Нет, но он будет, наверное, играть. Нет, но это статус. У нас, помнишь, когда Аршавин ушел в Арсенал, тоже много разговоров было, да, и, в общем-то, на него роль лидера возлагали, но он роль лидера в сборной не потянул, вот, потому что там он и в Арсенале тоже не лидером был, а он там подыгрывал, там свои лидеры были, да. А Аршавин, Кокорину придется еще себе место, как говорится, отвоевывать в жестокой конкуренции в Арсенале. Больше того, я вообще не знаю, вот он долго не играл, и он вообще травмоподвержен, да, Кокорин? У него очень много травм. Да, это правда. И там еще посмотрим, пройдет он медобследование там, и они там все нормально будут, а то опять, знаешь как, возьмут, а потом травмы замучат, и он там играть не будет, и только номинально числится. Но все равно по статусу сборная Арсенал превосходит сборную Словакии. По статусу, ну, с учетом... Но Виталий Мутко заявил, что это одна из ведущих сборных европейских. Нам бояться нечего перед жеребем по чемпионату Европы. Ну, Виталий Лентьевич много чего говорит. Вот, поэтому вы к нему, да, он может все что угодно говорить, вот, поэтому, на мой взгляд, на мой взгляд, с точки зрения статуса, правильно, ты говоришь, мы все-таки четвертое, третье, четвертое место, да, занимали на чемпионате Европы, Словакии нет в последнее время, да. Поэтому, да, но по игре я тебе так скажу, что сейчас, сейчас вообще, вот, ты уверен на сто процентов, что мы из группы выйдем? Ну, если учешь, что из группы выходят почти три команды, две напрямую, и лучшие, четыре лучшие третьи команды из шести. То есть, по сути, из 24 сборных ходят 16. Но если мы не выйдем из такой группы в плей-офф, то, собственно, тут говорить больше нечего. Ну, правильно. А если бы не выйдем? Ну, да, здесь я, знаешь, еще почему не хочу вот эти прогнозы делать, потому что прогнозы были к чемпионату мира, там, я не помню, сейчас Кузьмин сказал, что мы должны в финале чемпионата Европы играть. Виталий Леонтьич тоже имеет свое мнение. Небольшая пауза и потом продолжим. Мы продолжаем эфир, Александр Бубнов сегодня в студии, вы говорили... Кижаков, да, Кижаков говорил, что мы до полуфинала чемпионата мира дойдем, да? Я помню, да. Да, помнишь, да? Ну, он обещал, он не гарантировал. Обещал. А что, Мутко сейчас гарантирует, что ли? Не, ну, я просто... Я просто помню. Не, ну, это я к тому, что, Нобель, я к тому, что... Ну, сейчас говорить выйдем, не выйдем, все, мы уже должны забыть об этом. Согласен. Потому что мы тысячу раз говорили, что мы выйдем, что у нас легкие группы. Я думаю, что если сборная России не выходит в таком формате турниров в плей-офф, в 1-8, то это уже некий знак будет. Хорошо, Нобель. Вы согласны? Ну, некий знак уже давно. Вы уже знаем уровень нашей сборной. Мы на чемпионате мира одни из худших были, да? Да, мира, здесь Европа. Да. Но иногда, знаешь, как чемпионат Европы похлеще чемпионата мира иногда бывает. Но здесь о чем речь? Я тебе другое хочу сказать. Здесь надо смотреть по степени сложности, в какой мы группе находимся, да? Самая легкая группа, на твой взгляд, какая? Группа шестая, где Португалия играет. Сейчас скажу вам. Это группа, где Португалия, где... Исландия, Венгрия, Венгрия. Это группа F. На мой взгляд, самая слабая группа – это Франция, Румыния, Албания, Швейцария. Потом по степени... Видишь, мы здесь с тобой разошлись, да? Ну, нормальная ситуация. Теперь потом по степени... Начинаем с самых слабых и идем вверх, да? По степени... Вторая по степени слабости – это как раз вот то, что ты сказал. Португалия, Исландия, Венгрия, Австрия. Причем это загадочная такая группа. Исландцы с первого места вышли, да? Вот. Австрийцы тоже с первого места вышли, да? Но мы-то помним, как мы играли. Да, мы помним. Мы помним, что они со шведами в Швеции. И с нами сделали. Австрийцы, да. Но с нами, знаешь как? С нами во втором матче там у нас непонятно, какой состав играл, да? Ну и как мы видим прощался сборной уже. Прощальный матч, да, Новик? А все так обычно не прощаются, да, на такой ноте. Ну это ладно, смех смехом, но факт остается фактом, да? Вот. Поэтому здесь португальцы хоть и были посеянными, да, как матка, да? Но на самом деле здесь не факт, да, что они... Хотя здесь все мод. Наверное, венгры... Венгры по игре, наверное, вот из этой троицы слабее всех выглядят, да? Вот. Поэтому если сравнивать Албания и Швейцария, да, то я бы вот все-таки вот эту группу посильнее поставил. Потом третий мы идем. По степени сложности. Так, это соответственно... Третий мы снизу, да? Вот. Четвертый. Четвертый идет Германия, Польша, Украина, потому что Украина на сегодняшний день... Многие специалисты тоже, причем и итальянские считают, что Украина сильнее России. Ну и вверху, вверху, на мой взгляд... Бельгия, Италия, Ирландия, Швеция. Бельгия, Италия... Нет, сначала идет... Да, 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 Бельгия, Швеция, Ирландия, Италия идет, а потом самая такая тяжелая группа смерти. Но Бельгия, Швеция, Ирландия, Италия это тоже как группа смерти. Испания, Чехия, Турция, Хорватия. Согласен? Да, конечно, я с вами согласен. Вот мы с тобой разошлись, мы с тобой разошлись только вот по слабым, по слабым группам, но они, может быть, примерно одинаковые. А это был вопрос. Сборная России ведь могла попасть в группу, например, вместо Хорватии. Вот были бы мы в группе Испания, Чехия, Турция? Да, вот здесь, да. Или были бы вместо... Но практически ты называешь группой смерти. Да даже если мы, предположим, вместо... Но видишь, с Украиной мы не могли попасть, там разводили команду. Но вот эта группа, Германия, Польша, Украина, Северная Ирландия, я тебе говорю, она сильнее наша. Хорошо, поговорим о сборной России чуть подробнее. После небольшой паузы в студии появляются Дмитрий Томниковский. Новости. Мы вновь в эфире. Александр Бубнов и Нобеля Рустамян в рамках 100% футбола. Продолжаем тему сборной. И вот такая важная история. Вот только что в новостях наш коллега говорил о том, что выбор страны, где будет сбор перед Евро. А тут еще важный момент, где будет сборная жить во время Евро. Я читал, что есть несколько вариантов баз. Собственно, мы играем на юге два матча, Тулуза и Марселя. Один играем в Лиле, рядом с Парижем. Ну, недалеко, в общем. Но я тебе в любом случае, Нобель, скажу, что летом во Франции достаточно жарко. Вот в чем вопрос. Говорил Слуцкий о том, что мы рассматриваем 2-3 базы. Есть вариант на юге, есть вариант под Парижем. Важный момент, чтобы мы два матча. Было лишь один перелет, то есть на самолете. Все остальные могли передвигаться на автобусе. И сейчас вопрос. Вот вы, как человек, который был в сборной и на подобных мероприятиях, какие критерии уже основные для сборной, для жизни? Потому что если мы живем под Парижем, то получается в Марсель и в Тулузу важнейший матч на третий и на первый. Это надо лететь. Летим туда. Если живем, соответственно, на юге, вы говорите, что там жарко. Ну, жарко. Я вообще тебе сказал, во Франции в это время бывает жарко. Дай бог, чтобы там, знаешь как, я, например, иногда в Париже там температура поднималась выше 30. Представляешь, а Париж-то все-таки на севере находится, понимаешь? Это же не юг, не Марсель. В Марселе еще жарче. Поэтому, ну, мы, правда, одну игру так играем, по-моему, в 10 часов, а одну игру аж в 4 часа будем играть. Самое пепло. Пойдем, и, по-моему, это в Тулузе. Ну, я к чему говорю? Ну, нужно найти вариант вот этих трех даров, чтобы быть где-то посередине, понимаешь? Или же, ну, там Тулуза-Марсель, значит, надо где-то в этом районе, потому что тогда будет всего один перелет. То есть вы считаете, что на юге оптимально жить? На юге, да. А так получится, два раза придется лететь. Правда, там еще ТЖВ есть, это вот быстрые поезда, да? Да, сумасшедшие. Но это не проблема глобальная? Да нет, для Франции нет, это не проблема. Там и летать не так далеко. Хорошо, напомню, что первый матч в сборной России 11 июня против Англии. Проблема будет адаптироваться, но, правда, в июне играют. Может быть, в июне такой жары не будет, как там в июле-августе, да? Но в любом случае, это вот адаптация к вот этим условиям. И самое главное, учти, там подготовка у сборной не такая большая будет, там всего 10 дней, правильно? Но в любом случае, начинать с Англии хорошо, с фаворита группа? Я думаю, у нас, ты понимаешь, здесь, знаешь как, тяжело говорить, но, на мой взгляд, все будет решаться в игре со Словакией, с Уэльсом. А с Англией? Ну, с Англией, знаешь как, если мы Словакию и Уэльс обыгрываем, предположим, да, мы проходим. Ну, важно еще занять первое место в группе, не забывайте. А, вот так вот. Хорошо, тогда тебе встречный вопрос. Чтобы занять первое место в группе, сколько нужно очков набрать приблизительно? Минимум 7. Минимум 7, да, у кого мы их будем брать? Ну, я и говорю. У Словаков, у Уэльса и с англичанами в ничью сыграем. Или наоборот обыгрываем. Или наоборот, да, но мы никому не проиграем, да? Я же говорю, как хотелось бы. Да, хотелось бы, здесь арифметика простая, да. Но если мы будем... На самом деле, мне кажется, что, чтобы выйти, стоит задача, в первую очередь, выйти из группы, правильно? Конечно. Вот, там не стоит задача, с какого места. Ты знаешь, что Гарри Ленинкин сказал? Что? Что, говорит, классная жеребьевка, говорит, там третье место, Гарри. Ты знаешь, он с юмором, да, человек с юмором, великий футболист. Ну, смотрите, если будем Б1, да, если будем первый, то мы сыграем с кем-то из группы А, А, С и Д. То есть, либо третья команда из группы А, где Франция, Румыния, Албания, Швейцария. Либо мы сыграем с Германией, Украиной, Польшей, Ирландией, Северной Ирландией, группа С. Либо Испания, Чехия, Турция, Хорватия. Это третья. То есть, будем фаворитами априори, вы же понимаете. То есть, из первого места выходишь, конечно. Вот. А вдруг, представляешь, Украина... Третий будет. А что, суперматч? Суперматч, да. Украина, Россия. Вы против? Нет, я не против. Ну, мы сейчас с тобой как говорим, что на сегодня Украина сильнее? Ну, в одном конкретном матче она сильнее так, гипотетически. Ну, да. Россия может легко обыграть Украину. Легко даже? Ну, легко. Нобель, аккуратно. Обыграть. Со словами аккуратно. Обыграть Украину можем? Пауза. Вы так рассмеялись на мой вопрос по поводу обыграть... Нобель, обыграть в одном матче можно. И ты знаешь, что соперники намного слабее по тем или иным причинам. И когда в одном отдельном матче победы добиться возможно. Я это не исключаю. Но сказать, как ты сказал, что мы легко обыграем Украину... Я был условно сказал, легко. Обыграем. Нет, я не думаю. Хорошо. Мне, знаешь... Первое место в группе, это значит, что мы сыграем с третьей командой. Да, это ясно. Это первое место в любой группе, в истории, с третьей командой. Это регламент такой ясно. Конечно, нужно стремиться к тому, чтобы первое место занять. Но если взять вот эту группу, которая сейчас у нас, да, она же... Не, не у всех. Е1 сыграет с Д2. А, там... Ну, это... Ну, это тонкости. Ф1 сыграет, да, с Е2. Вот, если, опять же, если взять вот эту группу, которая у нас сейчас, да, она не слабее группы, которая у нас была отборочная. Согласен? Не слабее, а? Не слабее, да. Потому что слабее здесь финальная часть. А и какое место мы заняли? Второе. Это проходное. Да, да, проходное. Да я тебе к тому, что здесь, знаешь, как, нужно осторожно быть очень в прогнозах. Вот, да, верить, верить в свою... Сколько очков можем набрать? Ну, я так считаю, что где-то очков 5. Ну, это великолепно будет. Это да, это будет тогда проходной балл. Конечно. Но 5 очков, если ты 5 очков набираешь, это ты не проигрываешь, Нобель. На две ничьи и выиграешь. А может, мы можем и 6 набрать. А, да, если 6 очков, то это ты две игры должен выигрывать, правильно? Ну, просто я не понимаю, вот вы говорите, Англия... У кого, подожди, хорошо, давай тебе... Что, мы не выграем Англию? Да, конкретные вопросы. Кого мы можем обыграть? Любую из трех сборных. А кому мы можем проиграть? Любую. Вот и все, да. Поэтому здесь получается 50 на 50. Нет, на Словакии мы вряд ли все же проиграем. Да, а у Эльсу? Тем более, да, вряд ли. У Эльсу можно проиграть. Здесь, что характерно, так это то, что две команды из Великобритании играют... Хорошо, это мы обсудим после паузы. Возвращаемся в эфир. Раз у нас соперник Англия, то, наверное, внимание к премьер-лиге большое будет у нас в ближайшее время. Мы вместе с тобой будем под лупой изучать английскую... А сегодня матч, между прочим, Лестер-Челси. Да? Да, и вот давайте поговорим о коэффициентах, которые нам дают букмекеры в преддверии этой игры. Коэффициент на Лестер, на победу Лестера, неожиданного вообще фаворита, ну, с точки зрения таблицы, по крайней мере, чемпионата. Хотя понятно, что Лестер, скорее всего, повалится вниз. Это вероятно, так многие предполагают эксперты. Коэффициенты от компании Винлайн следующие на победу Лестера. Коэффициент 3,07. Домашний матч для Лестера. На Челси коэффициент 2,33. На ничью 3,39. Это линия Винлайн. На то, что Лестер не проиграет сегодня дома против Челси, коэффициент 1,61 от Винлайн. Ну и Уильям Хилл, коэффициент на Лестер ровно 3, на Челси 2,30. Вот такие у нас дела. СМС-ки читаем, которые нам приходят. Считаю, из Свердловской области пришла СМС-ка. Считаю, Словакию одним из фаворитов группы «Б». Матч с ними будет самый сложный. И вопрос вам. Англию обыграем? Я, да, я 50 на 50. То есть равные шансы? Да. Равные шансы? Случай командой группы? Группы. А ты считаешь, что она лучше? Ну, по крайней мере, по сетке. Ну, соединенная команда. Ну, соединенная команда. Но англичан никто фаворитами не считает. Больше того, там смена поколений происходит. Понимаешь? Ну, они... Если брать... Подождите. Раз вы так уверенно все время ссылаетесь на пульсионный раунд, да, говоря о том, что Словакия сильнее Украины и так далее, то я вам напомню... Что... Не, англичане все игры выиграли. Что англичане все игры выиграли. Да. Я знаю. Ну, о чем это говорить? Я знаю. Это говорит... Максимальное количество очков взяли. Англичане... Да, Нобель. Англичане и раньше легко проходили игроки. Когда? А когда мы их обыгрывали, они не проходили на Евро? Забыли, что ли? Нет, нет. А я говорю, когда они проходили, они тоже достаточно уверенно проходили, а потом выглядели невыразительно. Ну, в общем, вы считаете, что у нас шансы равны примерно? Да, я вообще считаю, что вот здесь, в нашей группе, да, в нашей группе, даже с Уэльсом, ты уверен, да, 100% чтобы Уэльс проиграли? А Уэльс приличная команда сейчас там. Да, вот именно. Не, я не шучу, там состав очень хороший. Состав очень хороший. Там игрок уровня Бэйла, которого за мной не было вообще в истории. Да, да, да. И плюс там есть, не забывай, Рэмси есть, да, и Аллан, которые... Да, игроки английские премьер-лиги. Да, премьер-лиги, да, и непростых команд. Вот, кстати, Уэльс не хотел, чтобы англичане попали в специальность. Нам придется, специфика нашей группы, что мы играем с двумя британскими командами. Это хорошо или плохо? Это, с одной стороны, это хорошо, потому что они предсказуемые достаточно. То есть они на фланге, с флангов передачи в штрафную площадку, там придется бодаться защитникам. Вот, они очень быстро доставляют мяч в штрафную площадку. Это все предсказуемое. Много продольных передач, длинных передач. Вот, сборная Англии точно так играет, да. Но вот эта сборная Англии, она чем отличается от Уэльса? От Уэльса, Уэльс все-таки больше вторым номером играет. И причем там неплохая защита, знаешь, да, они очень мало пропустили. Плюс группа атаки неплохая. Там Беллы заправляет. Из 11 голов 7 забил, 2 голевые передачи, да. Вот, поэтому нашей обороне придется очень сложно. А оборона на сегодняшний день, ты знаешь, да, она у нас не молодеет, а стареет. Вот, и с одной стороны опыт, а с другой стороны скорость. И вот этот напор, да, тем более вот в таком британском стиле, это не так просто будет. А словаки, как мы знаем, как и чехи, да, они ближе тяготеют к немецкому футболу. Они там на границе, правильно? Вот, у них там прессинг, вот. И что характерно, знаешь что? Что Рой Джонсон заявил, что он вообще сборная России. Ходжсон. Рой Джонсон это другое. Ходжсон, да. Сейчас перебудили с боксером. Да, да. Рой Ходжсон заявил, заявил, что, говорит, я, говорит, вообще сборная. Он там, по-моему, вообще никого не знает. То есть они будут знакомиться. Не, они спросили по поводу Дзюбовского, я никого не знаю. Да, потом... Он тоже его не красит. Да, потому что Дзюба, третий бомбардир чемпиона вики чемпионов. Но Слуцкий сказал, что он Уэльса и Словакию вообще не видел. Так он не говорил. Но он говорит, во всяком случае, я их тоже ничего не знаю, я за ними не следил. Ну, не следил, логично, я был тренером ЦСКА. Но Ходжсон, этот... Ходжсон тоже не следил, видимо. Нет, Слуцкий-то игроков знает, наверное. Да? Ну, конечно, он Пэлла не знает, что ли. Рэмди или Гамшика. Ну, Дзюбу, Дзюбу, Ходжсон почему-то... Ходжсон. Но я тебе и говорю, Ходжсон. Ходжсон. Ходжсон, ну не важно. Рой хочется, ну не важно, ну и да. Вот, поэтому... Ты знаешь, мне, Нобель, мне ближе высказывание Дзюба в этом смысле. Что, говорит, я хочу с нетерпением жду встречи с англичанами. Вот, он от харта кайф ловит. И он говорит, я хочу сыграть именно хорошо с Англией, чтобы в Англии вам не узнали. Естественно, в английскую, да. В английскую премьер-лигу это то же самое, как Лига чемпионов, правильно? Удивительно, да, Ходжсон. И уехал. Удивительно, что Ходжсон его не знает из-за того, а он в Лиге чемпионов... И третий бомбардир. Вот это удивительно. У нас пауза. Сейчас важная смс пришла на WhatsApp. Добрый вечер, учитывая группу, вам вопрос. С какими командами хорошо бы сыграть товарищеские матчи на ваш взгляд в преддверии турнира? Ну, короче, надо бы... Уже заявил Слуцкий о том, что с Италией есть договоренность. Ну, это уже известно, да. Когда непонятно, но с Италией. Известно, да. Но итальянцы, итальянцы все-таки по манере игры, наверное, ближе к словакам. Согласен? Скорее, Словакия ближе к итальянцам. Ну, да. С вашего разрешения, так скажу. Ну, да, согласен, Добель. Извини, я не учел, что ты знаток итальянской лиги, да. Вот сейчас мы с тобой еще по Ивентусу поговорим. Да. Вот. То здесь надо британские команды. Но, с другой стороны, мы встречались и с Ирландией, и с Северной Ирландией встречались. Нужно искать шотландцев, кто ближе к британской манере. Они играют между собой, если сумеем договориться. То, да. С другой стороны, все скандинавы тоже в таком же стиле играют, в английском стиле. Вот. Но со шведами мы играли. Вот. Поэтому, в первую очередь, нужно искать команды, которые будут туда больше вешать, в штрафную площадку. Хотя я смотрел, вот они играли, англичане, да. Здесь вот мы сейчас просматривали игры. Да. Они в штрафной площадке, там стенки в касании разыгрывали. Вот это новое поколение, у них смена поколений. Причем оно очень быстрое. Оно очень быстрое. И здесь у них немножко уже начинает стиль меняться, знаешь как. Вот. Уже ближе к такому, знаешь, не к скандинавскому, а ближе к европейскому. Хотя мы знаем, что там арсенал в европейском стиле играет, правильно? В этом, в Англии. И сколько? А потом, как Манчестер сейчас, сколько мяч держит. Это уже не английская команда, помнишь, вот из ЦСКА, когда смотрели. Вот. То есть стиль тоже меняется. Но с кем сыграть-то лучше? Ну, я думаю... С Италией, понятно. С кем еще? С Италией. Но если смогут с шотландцами договориться, то я думаю, шотландцами не получится. Неужели стиль настолько банальный? Просто Гаррит Белл, например, Гаррит Белл, да? Он футболист совершенно на другой формат, нежели типично английский крайний полузащитник. Он, во-первых, играет на флаге и смещается в центр. Да, а это раз. Он не подает. Не, а Уэльс, Уэльс, он обороняется и быстро из обороны в атаку переходит. Он же не будет первым номером играть, Уэльс, правильно? Ну да, скорее всего, так и будет. Ну вот. Поэтому здесь нужно готовиться к быстрым контратакам. А ты можешь себе на секунду представить, что Белл там с кем-нибудь остается? Или с Игнашевичем, или с Березуцким без подстраховки. Да и с любым крайним защитником. Представляешь, это все, это смерть. Значит, здесь нужно готовиться. Во-первых, уметь грамотно фланги закрывать. Во-вторых, в штрафной площадке. Но у нас, слава богу, если травм не будет, у нас опытная пара центральных защитников. Да, Игнашевич, Березуцкий. Вот. Которые в Англии уже поиграли. И, в общем-то, у них опыт есть. У нас, кстати, может быть, там одна из самых таких, с одной стороны, опытных, но с другой стороны, возрастных сборных на чемпионате Европы. Я думаю, ну, смотря кого возьмет Слуцкий на чемпионат Европы. Мы же не знаем, сколько он. Но если сюда Кузьмин еще добавится, крайним защитникам, а его же 34. Мы не знаем, кого он возьмет. Ну, вот в том-то и дело, Нобель. Мы не знаем, кого он возьмет, а ты говоришь, как они сыграют. Удир, кто возьмет Набиулина. А, Набиулина. Ну, мало ли это. Ну, если... Нет, взять можно кого угодно. Кто будет играть, особенно в стартовом составе. Нет, надо, может, играть будут те же Слуцкий консерватор, в принципе. Это да, Нобель. Но надо сейчас по столу стучать и плевать, да, чтобы травм не было. Ты же знаешь, что у сборной СССР, что у сборной России мы уже примеры такие были. Травмы бывают у всех. Перед официальными играми травмы бывают у всех. Кто угодно, может, и Бэл травм получит. Да, правильно. Поэтому здесь... Вот поэтому сейчас и тяжело прогнозировать. Согласен. Поэтому делаем паузу, слово передаем Дмитрию Томниковскому. Итак, дорогие друзья, продолжаем наш эфир. Александр Бубнов и Нобеля Рустамян в студии. Обсуждаем мы Евро, итоги жеребьевки чемпионата Европы. Вообще так, завершая эту тему, второй час мы посвятим уже Еврокубкам, в большей степени, клубным историям. Сборная России. Вот что она должна сделать, и Слуцкий в том числе, за эти полгода, чтобы вера в нее окрепла. Мы сделали многое, ну, не мы, а сборная. Сделали многое, чтобы в нее поверили. Она вышла на Евро, все хорошо. Теперь второй этап, перед Евро. Что надо делать? Надо товарищеские матчи проводить с сильными соперниками. Надо вызвать молодых футболистов. Что надо делать, Слуцкий в том числе? По сильным соперникам надо проводить, готовясь к чемпионату мира. В данном случае... А Евро нет? Нет, нет. В данном случае к Евро нужно выбирать, вот, на данном этапе, когда они будут готовиться, сильных соперников, но чтобы они под стилю, под стилю, не случайно вопрос такой был задан, с кем нужно играть, с какой из команд играть, чтобы было похоже на игру Англии и Уэльса. Вот, но с британской командой нужно играть, тогда они там все примерно в одном и том же стиле играют. Вот, потом надо... С Ирландией? С Шотландией? С Шотландцами только, если договариваться. Остальные все Ирландии и Северной Ирландии играют на чемпионате Европы. И что, они же против сыграть с нами, с которыми соперниками. Если не против, то это было подлично, договориться с ними и сыграть. Вот, ну посмотрим, как они там, кого они выберут. Но ясно, что нужно подбирать команды, близкие по стилю, правильно? Да. Теперь, что касается сборной до конца, как готовиться, да? Ну, во-первых, они должны качественно провести подготовку, эти 10 дней, которые будут даны. И самое главное, пройти после окончания чемпионата, нужно реабилитацию, восстановительный период у них должен быть хороший, чтобы они, когда пришли, готовились, уже были в полном порядке, правильно? Это тоже очень важно, потому что сейчас мы, вот как говорят, синхронизировали вроде чемпионаты, хотя мы не синхронизировали, да? Ну как не синхронизировали? Ну, опять, ты на те же грабли наступаешь. Мы играем в январе или в феврале? Мы не можем играть в январе. Ну, правильно, тогда не надо говорить, что мы синхронизировали. Мы трансферные окна синхронизировали. В Германии тоже не играют в январе. Там играют в последнюю неделю января. В январе, да? Да, да. Января, ну в феврале-то играют в Германии? Да, конечно. А у нас... Сейчас построил стадион. Да. Нобель, ты меня пойми правильно. Я не против системы осень-весна. Я тебе объясню. Да, действительно, синхронизировать, синхронизировать. Но мы не можем играть по той простой причине, что у нас инфраструктуры нету. Я согласен. Согласен ты с этим. Поэтому постройте инфраструктуру, и тогда будем разговаривать. Я-то недавно, знаете, где был? В Астане. Там же команда в Лиге Чемпионов играла. Там холодно. Ну да. Намного холоднее, чем... В Казахстане, да. Там и летом зимой так. Летом, ночью, знаешь, как прохватом. Там стадион есть. Я был там в ноябре. И я спрашиваю местных. Я говорю, а как вы играете Лигу Чемпионов против Бенфики? Атлетику? Они же прилетают. А тут на улице холодно. Минус там 12. В ноябре 14. Минус 14-12. Они говорят, а у нас стадион закрывается. Крыша. И там как-то все прогревается. И во время матча бывает плюс 6, плюс 8. Представляете? Но я тебе об этом и говорю. Я тебе об инфраструктуре говорю. На чемпионате... Эти технологии давно уже были. На чемпионате мира в 2002 году, когда мы в Японии были, там шел ливень, стена была. Знаешь как? Через 5-6 метров ничего видно не было, да? Там, где матч проходил, крышу закрыли. И, по-моему, даже итальянцы играли в закрытом помещении. Понимаешь? И там температура соответствующая. Создается вентиляция. Вот о чем разговор. Причем у нас проблема не только с командами премьер-лиги. Я согласен. Сделайте инфраструктуру для премьер-лиги. Но там же все, кто из первой лиги будут переходить, у них тоже инфраструктура должна быть. Значит, первую лигу нужно все делать. А тогда переходите. Не из-за того, что противники и нечего говорить. Не хотим мы. Да, консерваторы какие-то. Да не консерваторы. Это просто разумные люди, которые знают, к чему это приводит. Ты видел сейчас? А что сейчас удивляться, что посещаемость низкая на футболе? Кто пойдет в мороз и вот в такие условия, там, в ноябре, в декабре смотрит футбол? В любом случае, в декабре, в ноябре. Но сейчас в Москве, видишь, повезло. Вот с такой температурой еще и сегодня можно играть. Если у нас климат поменяется и станет, как в Европе, когда во Франции там зимой 80 градусов тепла, то тогда, значит, те, кто перешел, они провидцы просто. Но мы же на это не претендуем. Так, друзья, еще одна важная тема в контексте сборной. Молодые футболисты. Вот вы их ждете, в принципе? Вот я сказал о том, что надо что сделать. Да, я вообще говорил, что в свое время, что через чемпионат Европы нужно прогнать как можно больше с перспективой молодых футболистов, чтобы уже готовиться непосредственно к чемпионату мира. Но тогда вы не имеете право требовать с них результат. Да, естественно. Если вы говорите о том, что... А какой результат ты сейчас будешь отребовать сборной России? Ну, говорят о полуфинале, о... Да, я тебе говорю, говорить все, что хочешь. А делать на самом деле... На самом деле разговор идет о чем? О том, чтобы выйти из группы, правильно? Да, но... И я все время... Ну, это... Посмотрите. С учетом того, что сейчас тройкоманды... Минимальная цель выйти из группы. Минимальная цель. Да, максимальная. Максимальная. Правильно сделал. Мне больше... Мне больше по душе, знаешь, высказывания Дзюбы, еще раз возвращаюсь к Дзюбе, да, мало того, он сказал, что я бы хотел бы там подтолкаться с англичанами, с Уэльсом, вот. А слова, как он тогда ничего не сказал. Вот, он говорит, самое главное, говорит, выступить, говорит, достойно. И даже если мы не выйдем, если мы не выйдем, у него была такая тоже фраза, то отдать все, чтобы никаких претензий со стороны болельщиков не было. Продолжаем, дорогие друзья, наш эфир и в завершении... Ну, обилища, да, закончу, то, что как готовится. Но в первую очередь надо забыть там о том, что мы там первое место будем занимать, мы какие-то там... Тем более мы не фавориты, да. Чтобы выходить и настаиваться на каждый матч очень серьезно и биться. Вот то, что Дзюба сказал. От начала до конца. Да, самое главное, самое главное, вот здесь обращали тоже на это внимание, с учетом того, что у нас сборная уже возрастная, чтобы хватило сил, хватило сил вот в эту жару и в таком режиме играть, понимаешь, все 90 минут. Потому что получается, что у нас не всегда силы на 90 минут хватает. В завершении темы, которая актуальна, в завершении разговора о сборной, Слуцкий будет совмещать до евро, вот в этом моменте... Но ты знаешь, я противник. Я противник совмещения, вот. Хотя могу тебе сказать и примеры тоже из советской практики. В мировой практике это там, кроме хитинга, такой практики, по-моему, нигде и не было на высоком уровне. Но это опять такой российский вариант там с Абрамовичем связано. Вот. Я был против. На отдельном этапе, на отдельном этапе, да, она поможет результат. Но на более длительном этапе, тем более отборочного цикла к чемпионату Европы, все-таки тренер должен быть освобожден и работать только с Абрамовичем. Ну, в любом случае, это рано или поздно завершится. Надеюсь, после чемпионата Европы будет одно место работы у Слуцкого. Какое, пока непонятно. Либо сборная, либо ЦСКА. Но до этого пока еще далеко. В любом случае, друзья, желаем сборной, естественно, удачи. Будем много говорить о Франции. Будем говорить много о Евро, которое нас ждет в июне. Пока же мы с вами прощаемся. На буквально несколько минут. Потом возвращаемся в студию. Говорим уже о клубных делах в рамках 100% футбола. Друзья, время Лиги чемпионов на Спорт.фм. 100% футбола. Мы первый час посвятили Евро, который будет в июне следующего года. Сейчас время Лиги чемпионов. Сегодня была жеребьевка плей-офф турнира в студии Спорт.фм. Нобеля Ростомена. Александр Бубнов. Наш постоянный эксперт. Очень рады мы его видеть в нашей студии. Ну и сейчас, собственно, о жеребьевке. Понятно, главный вопрос – это «Зенит». «Зенит» попал в не самую сложную пару. Но для тебя это не главный вопрос. Да, вы угадали. Для меня главный вопрос. «Евентус» сыграет с «Баварией». Это, конечно, пара, мягко скажем, под полуфинал, не меньше. Ну, с точки зрения названия команд. Да, но я тебе задам вопрос еще. Хорошо, давайте скажем о всех парах. «Зенит» самое главное играет с «Бенфикой». И мне кажется, «Зенит», повезло. Ну, как повезло? Не то, что прям совсем уж. «Ломберс» знаешь, что говорил перед жеребьевкой? Говорит, я очень хочу, чтобы нам попалась проходная команда. Представляешь, в Лиге чемпионов проходная команда. Ну, «Бенфика», я даже жеребьевки, когда говорили мне тоже, болельщики задали вопрос. Я когда отвечал, я как раз «Бенфику» тоже назвал в том смысле, что «Виллаж Боуш» хорошо знает, потом «Зенит» уже играл с ними. И не раз. И не раз, да. Но здесь, знаешь, полка в двух концах. Когда «Зенит» только начинал с ними играть, то «Бенфика» по своему статусу, по всему считалась, знаешь, как команда такого европейского уровня. Тем более португальский чемпионат, там в тролку сильнейших команд входило, да, всегда. Вот. То считался фаворит. Сейчас фаворитом уже даже представители «Бенфики» на жеребьевке говорили, что это «Зенит». Да, это правда. И вот, чтобы «Зенит» не подумал тоже в том смысле, что мы фавориты, и мы сейчас разберемся с ними. Сейчас уже со стороны «Бенфики» совершенно другое отношение, и подготовка совершенно другая будет. Потом здесь еще минус наших всех команд, хотя плюс то, что мы первые игры играем на выезде. На выезде всегда, как говорится, лучше начинать, да. Но минус-то в том, что у «Бенфики» будет чемпионат идти, а «Зенит» еще не одной игры в чемпионате сыграть. То есть они могут сыграть максимально успешно. Да, выложить, да, и уже, да, и уже потом тогда будет тяжело с ними разбираться, тем более. Ну, правда, у Вилаш Болоша, у него практика большая, есть подвода именно команд вот к таким европейским, к Еврокубкам, потому что когда он работал в Португалии, он этот режим знает, правильно, в отличие от других российских команд, когда хотя в свое время, в свое время мы кубок УФА выигрывали, играя по системе весна-осень, да, тоже умели готовить команды. Но сейчас вот посмотрим, как будут развиваться события. Но, во всяком случае, скажем так, по «Зениту» это не худший вариант из того, что было, правильно? Да, это правда. Что касается остальных пар, давайте быстренько вам их назову. PSG Chelsea, Гент-Вольсбург, Рома-Реал-Мадрид, Арсенал-Барселона, Ювентус-Бавария-Мюнхен, PSV-Orledico-Мадрид и Киевская Динамо играет против Манчестер-Сити. Вообще, наверное, если брать по парам, ну, честно, меня смущает пара Гент-Вольсбург. А что тебя смущает, немцы? Ну, не знаю, мне кажется... Что, Гент? Нет, смущает в плане названия команд. Да, может быть, Вольсбург хороший клуб, он прошел Манчестер-Юнхен. Вольсбург, подожди, Вольсбург сейчас на втором месте в Бундеслиге идет. Не второе, по-моему. А, вот Дортмунд, Дортмунд идет. А Вольсбург... Вольсбург там далеко не треть, я сейчас уточню по поводу Германии, комиссии находится. Да-да, Дортмунд, Дортмунд, да, идет. Вольсбург, но дело даже не в этом. Если брать, все же, пару с наиболее яркой афишей, какая она для вас? Арсенал Барселона, Пассажир Челси, Ювентус Бавария. Ну, знаешь как, все-таки... СЖ Челси, наверное, потому что здесь 50 на 50, да? Арсенал Барселона, ну вот, я все... Наверное, Барсов фаворит, очевидно. Да-да, Барсов фаворит. И, кстати, Ювентус Бавария, вот здесь на твой взгляд, как ты скажешь, хотя ты сказал, что это пара уровня полуфинала, но здесь фаворит все-таки Бавария, нет? Конечно. Это, нет, я сказал полуфинала, потому что финалист прошлой лиги чемпионов, Ювентус против Баварии, которая наряду с Барселоном главный фаворит нынешнего турнира. Две команды, которые, собственно, могут сыграть в финале при раскладах определенных. Они играют на очень ранней стадии, 1-8 финала. Понятно, что фаворит Бавария, причем очевиднейший. И я в этом плане очень расстроен, что Ювентус играет с Баварией в 1-8 финала, потому что я понимаю, что шансов очень немного. Ну, потому что Бавария, значит, машина. И, понятно, это будет в феврале, там еще пройдет там два месяца, но все равно на данный момент я не вижу, как Ювентус будет проходить в Баварию. Просто не вижу. Ну, там больше того, если сейчас взять Жеребьевку, вот я смотрел, там получается, что вот все иные команды, да, они же первые игры... Получается, чуть ли не все, не все сейные команды, они должны проходить, во всяком случае, они фаворитами считаются. Единственное только в паре Парис-Сен-Жермен Челси, там вроде 50 на 50, как всегда, понимаешь? Но как Челси сейчас выглядит, то Парис-Сен-Жермен может, как говорится, и быть... Можно даже считать и фаворитами. Так, друзья, мы продолжаем наш эфир и говорим мы, естественно, о Лиге Чемпионов. В Лиге Чемпионов ты сюрпризы ждешь вот в этих парах? Конечно. Ну, во-первых, ну как сюрпризы? Вот это сказать о том, что везде фавориты. Во-первых, я не уверен, что Зенит так уж легко Бенфику пройдет. Это первое. Здесь нет, я тебе то же самое говорю, что здесь 50 на 50, как и Челси, Парис-Сен-Жермен тоже 50 на 50. Да, у меня большой вопрос, что пройдет. Потом, я думаю, Динамо Киев в состоянии сюрприз преподнести с Манчестер-Сити или нет? Я думаю, что это маловероятно. При всем том, что, конечно, Киев очень хорошо сыграл в группе у Киева. Он был прекрасный, прекрасный футболист, Ермоленко, прежде всего, но сейчас настолько силен, на мой взгляд, по составу Сити. Хотя он, конечно, и буксует, и бывают проблемы. На каком месте он сейчас? В Англии там у него все очень плохо, по-моему, в чемпионате Англии. Но дело не в этом, это все будет в феврале. Понимаете, это все будет в феврале, и даже нынешнее место Манн-Сити в чемпионате Англии, оно не говорит о том, что Сити сейчас на втором месте, на одну очку. Я тебе не об этом говорю, у кого состав сильнее, я тебе говорю, что Киев может сюрприз преподнести? Ну, сюрприз может любой клуб преподнести, в принципе, любой клуб. Даже Ювентус может обыграть Баварию. Кстати, здесь, знаешь как, Бавария-то фаворит, но соотношение нельзя там сказать, знаешь, там 80 на 20, где-то 60 на 40, не больше. Ну, конечно, поэтому и все возможно. Больше того, да, Ювентус умеет закрываться, правильно, и если он сумеет, там, предположим, у себя дома, там, если 2-0, предположим, будет результат, то немцам очень тяжело. Согласен, это важный момент, и это, конечно, тоже такой... Но в состоянии Ювентус у себя 2-0 у Баварии выиграет. 2-0 вряд ли. Я думаю, что цель будет Астана не пропустить. Ты помнишь, как это, когда Челси с Парисом Жерменом сыграл 1-1 в Париже, я думал, все, уже Челси проходит, да, на самом деле 2-2 и до свидания. Да. Два раза Челси вело, и представляешь, какой результат. Вообще, матч был сумасшедший тогда в Лондоне, просто невероятный. По-моему, Парисом Жермен даже в меньшинстве остался, да? Да, там же удалили Ибраимовича в первом тайме. Да, да, и 2-2 сыграли, представляешь? Да, это правда. Поэтому в Лиге Чемпионов тем она и интересна, что могут быть вот такие повороты, сюжеты. Единственное, тоже, знаешь, взять тот же Гента и Вольфбург, да? Если, скажем так, немцы серьезно отнесутся, да, то у Гента шансов по большому счету не будет, да? Если нет, то тогда может все что угодно. Но если Гент пройдет в Вольфбург, то я буду считать, что это сенсация. Конечно, уже сейчас сенсация, что находится на этой стадии. Гент, возвращаясь к «Зениту», вот сейчас вы скажете о том, что может готовить хорошо команду к плей-оффу конкретно матчем Боаш. Но, с другой стороны, вы же понимаете, что будет через несколько недель после матча, даже дней, чемпионат России, где у «Зенита» ужасное положение. И, как бы вы ни говорили, для «Зенита» очень важно попасть в Лигу Чемпионов на следующий год. Нобель, Нобель, для «Виллаж Боуша», с учетом того, он сказал, что я при любом варианте уйду из команды, да, ему уже, ну, я бы не сказал, что ему наплевать, да, вот. Вот, но ему очень-очень важно, потому что была задача в Лиге Чемпионов пройти, попасть в одну четвертую, правильно? То есть ему «Бенфику» прошел все, и он со спокойной душой, как говорится, задачу выполнил, а то, что там попадет, она не попадет, вот. Но он уже остался в «Зените», да? Он пока остается, да? Да, раз остался в «Зените», то, конечно, там руководство по-любому сейчас с ним будет говорить, потому что ситуация такова. Но, с другой стороны, в Лигу Чемпионов они могут и через квалификацию попасть, но, судя по тому... Ну, как? К квалификацию второе место надо занимать, минимум. Да. А, получается, сейчас впереди них и Краснодар, и «Спартак» даже, и «Локомотив». Ну, отрыв от второго места не такой большой, как от первого места, правильно? Ну, согласен, но все равно надо будет готовиться. Но сейчас мы об этом поговорим. Конечно, надо готовиться, потому что, если они в Лигу Чемпионов на следующий год не пропадают, сколько бы они здесь не проходили, это провал. Продолжаем, дорогие друзья, наш эфир на «Спорт.ФМ» в студии Нобеля Рустамяна. Александр Бубанов. Говоря о «Зените», говоря о «Зените», о бомбициях команды в турнире, насколько им будет сложно играть на два фронта все же? Чем дальше они будут идти, тем сложнее будет, правильно? Ну, естественно. С другой стороны, в такой же ситуации, как они, то есть придется так или иначе форсировать подготовку к «Краснодару» и «Локомотиву», правильно? Которые тоже претендуют на «Еврозону». Вот. «ЦСКА» в этом смысле им будет легче. Но мы знаем, как «ЦСКА» форсировал подготовку к Лиге Чемпионов, и чем это все закончилось потом в чемпионате, да? Это закончилось первым местом и достаточно большим отрывом на дистанции, правильно? Вот. Сейчас «Зенит» находится в сложной ситуации в том смысле, что им нужно проходить «Бенфику», да? Вот. Там посмотрим, какой же… Но, судя по всему, там уже дальше легкого жеребия не будет, хотя и сейчас я не считаю, что он легкий. Вот. А потом, да, у них дела очень плохие в чемпионате, они безобразно выступали, я считаю, в этом году. Вот. И так далеко отпустить «ЦСКА», если бы «ЦСКА» вот под конец, как говорится, не произошло то, что произошло, да, то отрыв мог бы вообще быть неприличным. Я в первую очередь беру от «Зенита», да? Да. Вот. С другой стороны, видишь, как «ЦСКА» форсировать не будет, подготовку не нужно форсировать, потому что им не надо в Еврокубках участвовать. Но и Ростова не надо, и «Спартаку» не надо, представляешь? И все это команды, которые сейчас рядом с «Зенитом». Но «Локомотив» надо, и «Краснодар». Да, не, но им надо, да, но «Локомотив» выше, правильно, «Краснодар» рядом, правильно. То есть у них ситуация, да, у «Зенита», если брать все клубы, то у них самая сложная ситуация, и потом надо смотреть, будет какое-нибудь усиление, да, они же хотели... А какое? Потому что надо игроков, которые не могут быть заявлены. Ну, разговор о Кокорине шел. Ну, Кокорин, может быть, заявлены, да. Теперь вот с учетом того, что ты всеми инсайдами владеешь, больше того, ты сейчас ведешь рубрику специальную, да, и ты наиболее информированный человек, Юра Мавсисян, уходит из «Спартака». Да, но пока сложно его продать. Мельгареха в «Спартаке». Вероятно, за ним внимательно следят. Да, и еще какие-нибудь инсайды, можешь сказать? Я скажу об этом уже, когда будут события развиваться. Вот ты видишь, 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 сплетни и слухи. Ты официально, официально это по факту, правильно? Да. А все, что мы... Нет, то, что «Спартак» собирается расстаться с Камбаровым Кириллом, с Мавсисяном, с Азбилисом, с Макеевым, это правда. Тоски, говорят, тоже. То есть Камбаров, Глушаков, это... Нет, нет, Камбаров, Дмитрий Глушаков, это все дезинформация была. Конечно, да, они остаются, конечно. Ну, правильно, игроки сборной. Ну, конечно, как можно продать, игроки сборной. Важные игроки. К Зиниту, возвращаясь, все же, ваш прогноз с точки зрения именно ставки «Виллэш Бош», на что она будет? На чемпионат России надо срочную ситуацию поправлять? Нет, он будет в первую очередь ориентироваться, на мой взгляд, на Лигу чемпионов. И параллельно, параллельно. Но здесь Нобель так и получится. Им придется форсировать подготовку, правильно? Остается 12 туров играть. Это дистанция небольшая. Значит, ту подготовку, которую они будут закладывать на Лигу чемпионов, ее должно хватить на эти 12 туров. Тем более, там у них, я думаю, и научный, и медицинский штаб. Там очень серьезный восстановление, все дела. Но и самое главное будет еще зависеть от того, как усилятся они, не усилятся, и будут травмы или нет. Посмотрим, в любом случае, Вилаш Бош, для него это такое будет завершение работы в России, потому что он последние полгода работает с Зенитом. Вот для этого, Нобель, какое место Зенит займет в чемпионате России на трансферном рынке, тренерском, да, смотреть не будут. А вот если он заберется высоко в Лиге чемпионов, то на это обратят внимание. Но если Зенит не будет в Лиге чемпионов по итогам следующего сезона, это будет катастрофа, представляете? Это катастрофа для Зенита будет, но если он... Не для Боша. Конечно, больше того, тренер, который уже заявил заранее, что он уйдет из команды. По-любому, какой бы результат ни был. Итак, друзья, у нас сейчас небольшая информационная пола. Возвращаемся, друзья, в эфир. Александр Бубнов и Нобель Рустамян в студии. Если говорить о Зените с точки зрения значимости футболистов, Халк, Витцель, Гарайки... По поводу Витцеля снова будут разговоры идти в январе. Очередные. Нобель, ну ты сам знаешь, почему вот здесь тоже показатель один из серьезных. Зенит, Зенит, ну когда они задачи решали, да? Уровень игры в Лиге чемпионов отличался от уровня игры в чемпионате России, правильно? Конечно. Почему? Потому что, в первую очередь, это трансферный рынок для легионеров, как минимум, да? Легионеры это... Вот, а с учетом того, что у них легионеров достаточно, легионеров именитых, в общем-то, по большому счету, ты сам знаешь, в Лиге чемпионов легионеры, не только легионеры себя продают, правильно, на трансферном рынке. Стараются показать как можно лучше. Вот, поэтому, да, они все старались соответствовать уровню, и поэтому такие результаты. Я игру с Гентом не беру, потому что там игра уже совсем другого качества была и другого уровня. Она уже, по результату, она уже ничего не решала, да. Да, это правда. СМС-кейс у нас на портале, Юви набирает форму, кто прошел Реал в полуфинале, я за Юви Нобель, там будет рубка. Там будет, конечно, рубка, Евгений, я не спорю с вами, но все же сейчас Бавария выглядит такой машиной настоящей. С немцами лучше не рубиться, с немцами лучше, если вы в рубку увяжетесь, то там шансов мало будет. Это правда. Ну что ж, друзья, у нас будет очередная пауза, потом поговорим о Лиге Европы. Локомотив и Краснодар узнали своих соперников. Также обсудим итоги осенней части чемпионата России по футболу. Все это в рамках 100% футбола на Спорт.фм. Итак, дорогие друзья, мы в эфире. Александр Бубнов и Нобель Рустамян в студии Спорт.фм. Говорим о жеребьевках Лиги чемпионов и Лиги Европы. Все это в нашем эфире. Сейчас мы, наверное, поговорим о Лиге Европы. Уже, тем более, там два российских клуба, и жеребьевка уже тоже очевидна. И, конечно, все внимание сейчас к матчу Фанербахче-Локомотив. Вот, на ваш взгляд, наверняка будет не только спортивная составляющая этого матча. Это скажется на футболистах? Да, я думаю, да. Это скажется не на футболистах, а может сказаться на обстановке. А обстановка на футболистах скажется? Обстановка на футболистах, но, видишь, обстановка с Бешикташем там тоже тяжелая. Чуть ли там не пырнули кого-то, там чуть ли не убили, да. Она непростая была. Но здесь уже у ИФА серьезные меры безопасности примет, раз не развели. Но вот эта составляющая политическая, да, это вот единственная серьезная такая помеха этому матчу. Давайте вернемся к этому матчу после нашей традиционной рубрики Винлайн. Точнее, разговор о матче, который нас ждут сегодня. Лацио-Самдори. Сегодня игра в 22.45. И прогнозы букмекеров на сей счет. Линия букмекеров на то, что Лацио эту встречу выиграет. Коэффициент 1.55 у компании Винлайн. На Самдорио 6.29. На Нищу 4.08. Это линия Винлайн. На, соответственно, то, что Самдорио не проиграет в Риме, будет коэффициент 2.47 у компании Винлайн. Ну и отмечу, что Б365 дает на Лацио коэффициент 1.5-1.5. На Самдорио 6.25. Возвращаясь к матчу Фенербакча, Локомотив. Вот сами футболисты, вот вы тоже играли в разных ситуациях, в разных командах, когда неспортивные факторы есть вокруг игры. Как игроки себя могут вести? Ну, начнем с того, что когда мы играли в советское время, там такой ситуации на стадионах не было. И поэтому мы не сталкивались. А вот была же там в общественности. Для меня, чем больше на стадионе народа, и чем больше они болели там и кричали против, да, тем лучше для меня. Это меня наоборот настраивало, знаешь, как соответствующим образом. Потом, если Локомотив взять, то там достаточно опытная команда уже. Вот, и там поигравший в Еврокубках тоже, и поигравший там, Чарлук играл в английской премьер-лиге. Поэтому на них это никаким образом не скажется. Просто это может сказаться, я тебе еще раз говорю, на обстановке. И там, знаешь, могут матчи останавливать, что не очень хорошо, понимаешь? А накачка, накачка будет футболистом? Ну, там, сейчас, Нобель, сейчас там другие времена. Раньше в основном руководители, там, партийные органы, там, на комсомольском уровне накачивали, да. Вот, сборную там на уровне, там, ЦК партии, да. Сейчас такого, конечно, нет. Вот, и потом я слышал, здесь в какой-то степени вот эта политическая составляющая сейчас, знаешь, как, они планировали сбор в Турции, да. Представляешь, сейчас, если бы у них они уже запланировали, обычно, знаешь, проплачивать заранее, да. И ехать, и там сейчас на глазах быть у турок, представляешь, весь подготовительный период, это не есть хорошо. Вот, сейчас они там собираются, по-моему, на Мальте или в Португалии где-то проводить сборы, там, сегодня говорил Шишкин, да. Вот, ну, и видишь, как, сейчас уже им было, конкретно им было сказано, что они должны из отпуска приходить, ну, в таком, в оптимальном состоянии, потому что сразу никакого втягивающего периода не будет, но это и правильно. Ну, вот, здесь, если брать турок, то Фенербахчи посильнее Бешикташа, да, с Бешикташем Локомотив не смог выиграть, и там и там в ничью сыграл, да, но зато Бешикташ не вышел, правильно? Поэтому здесь только по Бешикташу оценивать тяжело, вот, нужно по конечным результатам оценивать, потому что Локомотив все-таки с первого места вышел, и хорошо, что на выезде играет. Вот, поэтому я бы не сказал, что у них преимущество, но это тоже хорошее жеребие для Локомотива из того, ну, не самый, скажем так, не самый худший и не самый лучший. Да, потому что потенциальные соперники, которые могли быть у Локомотива вместо Фенербахчета, могла быть Баруся Дортмунд, могла быть Фиорентина, Валенсия, например, да, мог быть Марсель, Севилья, это все соперники очень. Тупор, Тоттенхэм, это все очень серьезные клубы. Если говорить о Краснодаре, тут Спарта пражская, с которым играл ЦСКА, и, в принципе, намучился ЦСКА, кто помнит? Да, 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 я намучился, но там, по-моему, они еще и пенальти ЦСКА не забивали, да, из-за этого тоже все проблемы. Но в ответ на матча горел 0-2. Горел 0-2, и плюс там претензии по судейству у чехов было, то есть оно достаточно ко всему еще и скандальное было. Но я тебе знаешь, что скажу? Спарта, да, Спарта хорошо контратакует, с удовольствием в атаку, мне не понравилось, как она в обороне играла. Они немножко авантюрно, как мне показалось, в обороне играли. И вратарь тоже, да, не лучшим образом, особенно там, когда они играли в Чехии. Вот, поэтому у Краснодара, у Краснодара после опыта с Вольсбургом, и сейчас вот опыт, который у них был в Лиге чемпионов, когда они с немецкими командами играли, то с чехами они, да, могут конкурировать. В студии, завершая тему... Вообще, Нобель, да, я тебе скажу, по Краснодару, да. У Краснодара вот этих в двух турнирах еврокубковых, да, был опыт игры с немецкими командами. Это очень важно, потому что чешский футбол, словацкий футбол, я знаю, они там на границах с немцами, да, и они очень много игроков в Бундеслиге играют, вот, и, в общем-то, они ориентируются на немецкий футбол и похожие принципы. Вот, поэтому, если ты получаешь опыт с немецкими командами, не имеет значения, там, положительное, отрицательное в данном случае, но с Вольсбургом Краснодара еще опыта не было, да, сейчас с Дотманом они лучше сыграли. Поэтому я считаю, что это для них жребий нормальный, вот, и здесь нету фаворита, и, в общем-то, они имеют все шансы и возможности для того, чтобы пройти, если будут играть на максимальном своем уровне. Да, посмотрим, желаем удачи нашим командам в любой, в любом случае. Вот, смска пришла, Нобелита, добрый вечер, скажи, пожалуйста, на победителя каких пар попадают наши клубы в случае победы в своей паре? Будет новая жеребьевка, то есть, если наши команды проходят дальше, то уже, ну, в любом случае будет новая жеребьевка турнира. Одной восьмой финала Лиги Европы и одной четвертой финала Лиги Чемпионов. Нобел, но здесь надо сказать, что Лига Европы в этом году, как никогда, по составу очень представительная и сильная. Очень, очень, потому что здесь есть и суперкоманда из английской, например, Лиги Юнайтед, и Ливерпуль. И с учетом того, что победитель Лиги Европы автоматически попадает в Лиги Чемпионов, это тоже очень большой стимул. Например, для Манчестера Юнайтеда, который, представляешь, с третьего места не смог пройти квалификацию. Ну, это как квалификация для Манчестера Юнайтеда, да, группу не смог пройти. Поэтому не зря Лангаль заявил, что мы постараемся выиграть Лигу Чемпионов. Но там, я думаю, сейчас в Лигу Европы, чтобы попасть в Лигу Чемпионов. Но я думаю, что там сейчас в Лиге Европы, вот тот состав, который есть, там Манчестер, там неявный фаворит. Тут есть, между прочим, Ливерпуль, есть Баруси Дортмунд, есть Фиорентина, есть Тоттенхэм, есть Наполи, есть Велериал, есть Севилья, который выигрывал два года подряд турнир. Нобель из семи испанских команд, которые стартовали в Лиге, ну, в Еврокубках, все семь прошли, представляешь, испанский фунт. Да, Испания играет фантастически весь год на клубном уровне, поэтому, конечно, незаконно занимают первое место в рейтинге у ЕФА. Спрашивают нас снова о коэффициентах у Франции, Португалии, России. Друзья, все очень запутано, но у России есть реальный шанс обогнать Францию и выйти на позицию, дающую три путевки в Лигу Чемпионов. Все будет зависеть от того, как повесить не выставить. Да, конечно, сейчас надо ждать, просто надеяться, что наши три команды успешно сыграют, и «Зенит», и «Краснодарс Локомотив». Но сейчас гадать это не совсем правильно. Сейчас французы пока впереди, да? Да, там все очень, там, прям на тоненького все идет, там буквально несколько очков все друг от друга отделяют. Ну что ж, друзья, у нас сейчас будет очередная информационная пауза, в нашей студии появляется Дмитрий Томниковский. После новостей поговорим мы о чемпионате России, о том, что наш чемпионат ушел на длинную паузу, и, конечно же, поговорим о том, что нас ждет этой зимой, потому что впереди уже, соответственно, Новый год, далее сборы, зимние команды, и потом уже чемпионат России в марте непременно возобновится. Пока что в чемпионате России есть, очевидно, фаворит и лидер таблицы-то ЦСКА, но мы знаем, как ЦСКА завершил год ужасно с точки зрения и игры, и набора очков. Итак, друзья, мы возвращаемся в эфир в студии Александр Бубнов и Нобеля Рустамена. Чемпионат России вернемся вообще не в целом говорить об итогах нашего первенства, ну, пока что предварительно. Твое мнение? Мое мнение? Ну, мне кажется, ЦСКА, если не будет валять дурака, ну, или будет в хорошей форме, потому что проблема была у ЦСКА последние пять матчей, четыре матча и лишь одна ничья. Нобель, сколько игроков они потеряли стартового состава? Причем ведущих. Еременко, Василий Петербург. Я согласен, что у ЦСКА проблем очень... Объективные, да, объективные причины, плюс короткая скамейка. Если у ЦСКА не будет этих проблем, если у ЦСКА будет все нормально, с игрой и так далее, то ЦСКА чемпион России. Это очевидно. Нет? Да, можно согласиться, да. Если они будут в своем оптимальном составе играть и решат сейчас свои проблемы на транспортном рынке, а проблемы... У них одна проблема. Да, Думбия. Думбия. Да, вот. То, что на других денег нет. А, ну вот, видишь, остаться на 12 турах с Мусой в нападении, это будет проблема. Ну, я думаю, ЦСКА понимает, и в этом плане, конечно, ЦСКА смотрит на шаг вперед. Я немножко о другом. Ты видишь, какая сейчас конкуренция в чемпионате России? Что внизу, что вверху. Да, конечно, с ума сойти абсолютно. С чем это связано? С тем, что уровень команд, к сожалению. Уровень... Нобель, правильно, вот как раз ты заговорил об уровне. Как раз вот средний уровень, вот эта конкуренция сейчас, да, вот эта плотность связана с тем, что средний уровень команды поднялся. Да. Вот. И причем и по качеству игры, и по составу команд. А вот лидеры, лидеры, да, они как раз как минимум, как минимум или на месте топчутся, или как зенит вообще провалились, правильно? Да. Вот это связано с тем, что возникла такая конкуренция и плотность, вот. И создается, создается иллюзия, иллюзия, что российский футбол якобы прогрессирует, да. Вот. Но он будет прогрессировать только в том случае, когда лидеры будут показывать достаточно высокий уровень игры, отвечающий европейским стандартам, правильно? Вот. И в первую очередь это демонстрировать не только на европейской арене, как вот, например, сейчас «Зенит», да, проваливает чемпионат, но параллельно и там, и там, правильно? Да. Вот. А остальные клубы, если будут к ним подтягиваться, то да, это можно будет говорить о прогрессии. А сейчас, сейчас мы можем только констатировать факт, что вот эта интрига и вот эта плотность, она создана как раз за счет того, что подрос средний уровень команды. И больше того, больше того, почему сейчас так еще получилось, по тем или иным причинам, внизу турнирной таблицы оказались команды, которые там не должны быть. И, естественно, они сейчас будут выбираться, а как выбираться оттуда? Нужно обыгрывать команды из первой восьмерки, правильно? Вот. Сейчас это и происходит, и ты посмотри, сколько очков раньше такой тенденции не было. Больше того, ЦСКА, она как раз максимум набирала очков у команд второй восьмерки, правильно? А с командами первой восьмерки, особенно с лидерами, она могла и не так успешно выступить. А сейчас как раз происходит обратное в конце, в конце. Поэтому вот такая ситуация, они практически Ростов, Ростов подпустили вообще к себе, там, на дистанцию, там, одной игры. Так, друзья, у нас есть смс, их довольно много, и в WhatsApp, большое количество сообщений. В частности, спрашивают про «Спартак». Как вы оцениваете первую часть «Стона» для «Спартака»? К «Спартаку» здесь, помнишь, мы с тобой, ты мне по Карпину вопрос задал, да, и сравнивали мы Карпина, Оленичева. Но я тогда тебе не успел ответить, вернее, не так ответил. Дело в том, что перед Карпиным всегда ставилась задача стать чемпионом, правильно? Там конкретные задачи стояли. Перед Оленичевым такой задачи не стояло. Попасть и ворокубки. Да, попасть и ворокубки. Попасть и ворокубки – это как минимум там на четвертом месте быть. Или кубок выиграть. Да, или кубок. Сейчас они там и находятся, правильно, на четвертом месте. Поэтому сейчас предъявлять претензии, хотя мы видим, «Спартак» играет нестабильно, правильно? До конца состав тоже нестабилен. Идет ротация, постоянные поиски идут. Как были проблемы в обороне, так они и остались, правильно? Поэтому сейчас они должны на танцевальном рынке, во-первых, хорошо поработать, потому что им однозначно нужен забирной форвард, вот, и нужен защитник, как минимум, центральный, тоже хорошего уровня, это как минимум. Видимо, они этим сейчас и будут заниматься, и не случайно, по Мингореха сейчас информация идет. Если они эти вопросы все решат, то нужно будет уже тогда смотреть, форсировать им подготовку не нужно, но вот смотреть, как они будут играть по весне, а потом уже делать какие-то выводы по работе Оленичева. Да, это правда, в любом случае Оленичев продолжает работать со «Спартаком», и, конечно, для него важнейший отрезок весна, если он будет в Лиге Европы, в призах, да, то есть или в призах, или четвертое место, то это, конечно, будет событие для «Спартака». Точно так, как Рой Ходсон. Сон. Да. Как Рой Ходсону подставлена тоже задача, если он не выходит из группы, то тогда он может там, во Франции, в отставку подавать. Я думаю, так и будет. Но я думаю, что все будет хорошо и с Ходжсоном, и с Оленичевым, хотя, конечно, хочется, чтобы Ходжсон вышел из группы не с первого места. Да. С первого вышла сборная России во главе Сослуцкого. Этого это хочется, но другой вопрос. Нобель, ты этого-то хочешь? Сборная России на первом месте? Конечно, а вы не хотите? Главное, чтобы ты хотел. Мы же патриоты. Да. Да. Но ты патриот, в первую очередь, Ивентуса. Я-то знаю, как ты Ивентус любишь. Итак, друзья, мы продолжаем наш эфир, точнее, уже его потихонечку завершаем. Вот только что сообщение от УЕФА пришло. Очень важное для нас всех оба матча между Локомотивом и Фенербакче пройдут на домашних стадионах команд. То есть в Стамбуле и в Москве не будет переноса на нейтральное поле, не будет там матча без болельщиков. Все будет в нормальной ситуации. Значит, УЕФА гарантирует безопасность. Да, вот в частности сообщение. УЕФА осведомлен о напряженных отношениях между странами, но ранее было принято решение не разводить российские и турецкие команды во время жеребьевки. Оба матча будут сыграны на стадионах, которые являются домашними для обеих команд. Как и в каждой игре, для проведения этих матчей будут приняты необходимые меры безопасности. Кстати, УЕФА потом, если мы попадем, предположим, по жребию со сборной, вернее, мало ли что-то может случиться. Если в Лиге чемпионов «Зенит» попадает, если проходит «Динамо Киев», то придется им тоже гарантировать и на Украине. Но здесь все сложнее, потому что разводят команды. Ты думаешь, что, на нейтральных полях, что ли? Нет, просто они их снова разведут. Разведут до самого финала? Вот это вопрос, иначе этого несправедливо. Для остальных клубов, участников Лиги чемпионов и Лиги Европы, они же тоже остальные есть. Да, получается, что здесь конфликт интересов, конечно. А вот это как раз пример того, что политика влияет очень сильно. Друзья, завершаем наш эфир. Александр Бубнов, спасибо вам большое за прекрасные два часа. Встречаемся ровно через неделю здесь, в рамках 100% футбола на Спорт.ФМ. Ну, а я с вами уже завтра услышусь, опять-таки, в эфире Спорт.ФМ.